Я иногда оплачиваю услуги ЖКХ на почте, ну иногда в кассе, уже у нашего. Вот ЖКХ 55, это сберкасса. Это центральная бухгалтерия наша, от 55 ЖКХ. У меня муж оплачивает, но когда я оплачивала, я вам через почту оплачиваю. А вы бы стали платить через интернет? Нет, у меня нет интернета. И тем более нам, в вашем возрасте, мы не так владеем компьютерной технологией. Если бы я хорошо дружила с компьютером, конечно, через сайт. Один раз оплачивала через банкомат Сбербанк России. Очень понравилось, без комиссии. И всем желаю того. 55% горожан оплачивают услуги ЖКХ в почтовых отделениях. Там это самая востребованная услуга, особенно в районах. Всего в республике 1277 отделений связи. Но скоро даже на почте оплатить услуги можно будет через терминал, минуя кассира. В настоящее время на сети почтовой связи находятся более 50 терминалов самообслуживания. Мы планируем, что в ближайшее время в программное обеспечение этих терминалов будет внесена система «Город», что позволит оплачивать услуги через вот эти вот пункты самообслуживания. За прошлый год Почта России в республике приняла более 18 миллионов коммунальных платежей. Из них примерно каждый седьмой платеж пришелся на Уфу и пригороды. Методы оплаты услуг ЖКХ обсудили в государственном собрании Курутай Республики Башкортостан. Представители банков рассказали о ДБО – дистанционном банковском обслуживании. Такую возможность в Республике Башкортостан предоставляют 32 банка. На 100 жителей республики открыто 40 счетов с дистанционным банковским обслуживанием. Всего лишь 10% населения, которые осуществляют регулярную оплату онлайн в системе интернет, готовы оплачивать услуги ЖКХ. Инфраструктура для приема безналичных платежей плохо развита в сельской местности. В расчете на 100 тысяч жителей приходится 53 банкомата. У нас есть, как мы говорим, недобросовестные плательщики. Это те, кто по ряду жизненных причин или по финансовому состоянию не могут оплачивать. Это отдельная категория граждан. Но у нас порядка, наверное, 1-2% есть. Это те граждане, которые могут платить, но не оплачивают 2, 3, 4, 5 месяцев. Очень много командировочных. Кто купил жилье в Уфе, имеет. И мы сталкиваемся с коллегами в округах. И работают на севере, и не платят за услуги. То, что северяне не могут платить, то сегодня это реализовано. То есть он получает у нас логин, пароль. Он с любого точки страны может зайти в свой личный кабинет, сделать квитанцию, заплатить квартплату. И причем проверить поступление. Он может ознакомиться с состоянием своего или своего счета, задуматься, увидеть, какие начисления, за что проходит. Такой услугой могут воспользоваться все жители Уфы. Зарегистрироваться можно на сайте ЕРКЦ. Сегодня с нашего личного кабинета, во-первых, житель может сформировать самостоятельные квитанции, сам внести сразу же показания своих приборов, индивидуальных приборов, как что-то воды и электроэнергии. С нашего же личного кабинета выйти на банк и оплачивать любой платеж. Участники круглого стола отметили, что в сфере оплаты услуг ЖКХ много нерешенных проблем. Одна из главных – недоверие жителей к безналичному расчету. Алина Таюпова, телеканал ЮТВ.